Без жертв не обошлось. Рабочий, получивший сильные ожоги при аварии на Карабаш-Меде, погиб. Еще двое пострадавших по-прежнему находятся в тяжелом состоянии. Они в искусственной коме. Те, у кого ушибы и переломы, идут на поправку. Расследование причин ЧП губернатор держит на личном контроле. Мы еще отдельно детально разберемся с причинами аварии. И важно понимать, какие меры технологического характера принимаются на заводе, чтобы не допустить впредь подобного рода инцидентов. Сейчас на Карабаш-Меде работает государственная комиссия. Она установит причину аварии в металлургическом цехе и выяснит, соблюдали ли на заводе технику безопасности. В ожоговом центре заявляют, спасти погибшего рабочего не смогли. Тело мужчины было обожжено на 90%. Он был введен в состояние искусственной комы, чтобы не погибнуть от болевого шока. Реаниматологи оказались бессильны. Семья пострадавшего готовит документы на получение страховых выплат. Сейчас главная задача медиков – спасти двух других пострадавших. Они по-прежнему в коме. Мужчины получили не только термические, но и химические ожоги. У них есть улучшения. Врачам удалось привести в норму давление. На завтра планируется проведение консилиума с участием московского профессора-компустиолога. То есть уже определимся и с тактикой, и с сведением. Если что, то какие-то будут учтены рекомендации. Остальные пострадавшие чувствуют себя лучше и будут выписаны к концу недели. Лечиться продолжат, но не в Челябинске, а по месту жительства в Карабаше. Напомню, выброс пара в металлургическом цехе произошел в четверг. С ожогами и переломами в больницах оказались 10 человек. Редактор субтитров А.Семкин